Дорогие друзья, здравствуйте! Я приветствую вас на программе «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы сможем прикоснуться к историям Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Я предлагаю в самом начале помолиться и попросить у Бога благословений на эту встречу. Отец наш Небесный, мы очень Тебе благодарны за дар жизни, за то, что Ты подарил нам еще один день, за то, что подарил нам еще одну возможность свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о том, что Ты слышишь молитвы Детей Твоих и отвечаешь на них. Спасибо Тебе, Господь, за это. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил эту встречу. Пусть здесь все, что будет сказано, будет только для Твоей славы, потому что только Ты один достоин хвалы, поклонения и чести, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от Вас сообщений с молитвенными просьбами, а также слова благодарности нашему Богу, которые Вы можете написать внизу, здесь, под этим видео, в строке комментариев. А также Вы, если Вам удобно, можете выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы очень надеемся, верим, что и эта передача станет благословением и для нас, и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Павла Кулакова. Павел, здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Еще раз большое Вам спасибо, что Вы согласились еще раз поучаствовать в нашей программе. Ну и, как обычно, я задам еще несколько вопросов. Итак, для зрителей, которые каким-то образом пропустили нашу прошлую встречу, Вы родом из Алматы, так ведь, и живете здесь, сейчас Вы здесь в гостях у Ваших детей, у родственников. Вы рассказали, что сложное было время, когда Вы росли, формировались как человек верующий. Вы сказали, что Вашего папу, пастора, служителя церкви, даже Михаила Петровича Кулакова на пять лет посадили в тюрьму. То есть, много-много было моментов в Вашем детстве, я думаю, где-то и в юности, наверное, много моментов, которые, можно сказать, заставляли задавать вопросы, а может быть, даже молиться. – Расскажите, вот, может, помните какую-нибудь историю такую из детства, может быть, курьезную, что связано с Вашими молитвами? – Я в прошлый раз говорил о том, что в моей семье всегда молились, молились утром, вечером, молились среди бела дня, потому что мы верили в Бога всегда. – Что касается моего отца, да, он был арестован, но даже не на пять лет, он был арестован бессрочно. И он был, после пяти лет заключений и лагерей, он был сослан на вечное поселение на Северный Казахстан без права передвижения. Господь открыл двери позже, и мы переехали в город Алмату, где он начал свое служение в Алматинской церкви и в республиках Средней Азии и Казахстана. Помню, что часто ему приходилось путешествовать, посещать церкви, встречаться со служителями, проводить бракосочетания и многие другие вещи, связанные с его служением. И часто он был остановлен, арестован после этого. И подчас я помню, что моя мама плакала целыми днями, потому что не было ни телефонной связи, не было ни текст-месседжа, не было телефонов, ничего. Он просто исчез, и никто нам ничего не сообщал. Исчез навсегда или насколько никто не знал. Проводились общественные суды часто, его вызывали. И он с вещами туда уже шел. Это было в моем детстве, когда я рос, подрастал в этой семье. И помню, однажды вечером родители ушли на ночное собрание, или такое вечернее, потому что днем было невозможно собираться. Ходили пешком на большие расстояния. Наш дом находился несколько на отшибе от города. Это было озеро и лес рядом. И помню, что моя бабушка осталась с нами. Нас было тогда четверо. И мы провели с ней служение дома, как могли. Родители ушли на богослужение. И в это время что-то стало происходить, что наша овчарка, которая была во дворе привязана, разрывалась от лая. И когда бабушка приоткрыла занавеску, там лицо милиционера показалось, который требовал открыть дверь в дом. Мы, конечно, все плакали. Потому что я в детстве больше всего боялся милиционеров. Потому что милиционеры – это те, которые должны моего отца забрать. У меня было всегда такое впечатление. И бабушка, конечно, первое, что заявила о том, что родителей нету, я с детьми открывать дверь не буду. Милиционер, который там был, их было двое, вызвал соседей, понятых. Они пробрались на эту веранду. Подлаят в наши собаки, овчарки, которые были во дворе. И стали взламывать эту дверь. И я смотрел, сколько я был, не знаю, лет 5-6, наверное, было в тот момент, что крючок, который держит нашу дверь, он вот-вот разлетится. Гвозди, которые там прибиты, они уже почти там ни на чем не держались. Бабушка в некоторой панике стала о том, что у нас печное отопление было. Надо религиозную литературу туда бросить. Но мы молились, когда милиционер этот показался там, мы молились. И я ее стал останавливать. Бабушка, мы молились, зачем сжигать псалмы? А, псалмы, там какую-то литературу. Да, религиозную литературу. Мы же помолились. Это потом было запечатлено в одном из рассказов, в одной книге. Ну, что произошло в тот момент, собака перестала лаять, все стихло, все стихло. И мы стали в очень тревожном таком ожидании, что же будет происходить дальше. Проходит несколько минут, минуты 3-4, опять стук в окно. Вот, собака не лает уже. А вы подпрыгнули? Когда бабушка приоткрыла занавеску, это наши родители стоят там в темноте. В темноте просьбой открыть двери для них. Вот, бабушка им показывает о том, что вы убегайте, потому что за вами сюда пришли. Они не поняли, да? Да, они не поняли, они стали улыбаться. Оказывается, они заблудились. В тот вечер, когда они возвращались в собрание, они заблудились. Был такой туман густой, что они потеряли тропу, по которой они должны были добраться до дома. И оказались в этом лесу. И лишь только по лаю их собаки они сориентировались, в каком направлении им нужно идти. Они пришли домой, когда уже милиционеров никаких не было. Это была большая радость, что отец и мама, они с нами. И мы были очень радовались, потому что мы молились, и Господь ответил на эти молитвы. Она так, как раз, называется в тумане. Потому что Господь такой туман сделал, что родители не оказали в тот момент на месте. Но были случаи, когда, я помню, приходили среди бела дня в наш дом и искали отца. Они вскрывали полы, в надежде, что он там. Они пытались искать его на чердаке. Находили фотографии. Он еще работал фотографом. Они видят, что фотографии где-то на сушке находятся в его лаборатории. Значит, он где-то должен быть рядом. Я помню, как я плакал, и они допрашивали меня, где мой отец в тот момент и в то время. То есть были всякие времена, и Господь нас хранил, и мы были благословлены им и в сохранности находились. Это вот опыт. Это ваш детский опыт такой, да, молитв. Конечно, я понимаю, что психика детская, она была надломлена вот этим милицией, в смысле органами. Поэтому вы-то и не любили милиционеров. Но в тот вечер хорошо, что они пришли, я так понял, да, потому что лаяла собака, и родители нашли по-моему. Нашли место, нашли направление вернуться домой. Мне понравилось еще в этой истории, что бабушка, ну она как взрослая, она прагматично понимает, что литературы религиозной не должно быть. Она сжигает. А ребенок говорит, бабушка, ну мы же помолились. Вот, маленький Павлик, мы же помолились, не надо сжигать. Молитва – это огромная сила, которая нас связывает с Господом. Поэтому необходимо молиться. Да, ну вот это детство. Да, у меня еще один вопрос такой. Ну, как вы считаете, вот вера в Бога, она как-то вам от родителей передалась по крови или генетически? Вот. И если это не так, то что все-таки на вас повлияло больше всего на становление вас как христианина? Именно не в детстве, когда полностью дети верят, что говорит папа с мамой, а в подростковом возрасте, когда вот наступает возраст бунтарский такой. Вот. Что помогло вам сформироваться как христианина и утвердиться в вере в Бога? Да. Конечно, воспитание родителей, оно имеет огромное влияние. Поэтому, говоря о том, что то, что было сформировано в раннем возрасте, оно оказывает на нас влияние и поныне. Потому что то, что родители делали с нами, когда они молились, с нами, когда читали. Отец мой любил читать хорошую литературу, такую и классическую литературу. Где очень духовные вещи, они настолько ярко были выражены. Мы читали в детстве в семейном кругу Чарльза Диккенса, его рассказы, которые тоже нам помогали иметь такой христианский взгляд и такое христианское видение. То есть это все было. И псалмы Сиона, которые мы пели, они куда-то, знаете, в генах внедрились. Это все естественно происходило. Но то, что вы вот задаете сейчас, религия, вера наша, она не передается просто из поколения в поколение, если мы искренне верующие. Если мы не просто традиционно верующие. Поэтому я себя не считаю лучше, чем кто-то другие. Если я адвентист или паста в четвертом поколении, я не становлюсь лучше никого другого. Я должен иметь свои личные опыты. Вот я помню, что в 70-м году мой отец впервые посетил Соединенные Штаты Америки. Он здесь был недалеко, в Сан-Франциско, поскольку его тетя, дядя там проживали. И он провел достаточно времени с доктором Фрумом, который написал колоссальнейшие труды по праведности наших отцов. И он исследовал это с таким большим вниманием и любовью. И понял, что это является главной вести, которую мы должны проповедовать в России. И нести эту весть людям. И вот в моем таком подростковом возрасте это сыграло огромную роль. Сколько лет вам было? Я в восьмом классе учился тогда, когда мой отец поехал в Соединенные Штаты. И когда он вернулся, он с таким энтузиазмом стал проповедовать праведность через веру. О том, что мы можем быть спасены только через крест Христов. И что заслуга Христа и его праведность, это и является единственной праведностью. Что нет никакой другой праведности, кроме праведности Иисуса Христа. И когда мы это приняли, даже вот в моем возрасте тогда, когда некоторые вещи в церкви нравились или не нравились, или что-то протестовало внутри, то праведность Иисуса Христа, и эта весть, которая там находится, насколько она глубокая и центральная, оно колоссальное изменение в сознании нас произвело. И я очень благодарен Господу, что в это время эта весть стала доступна до моих ушей, для моего сердца, и я стал понимать, что мы можем, оказывается, одерживать победы над своими слабостями, над своими грехами, над своими всякими искушениями, которые у нас в будущей жизни происходят, если мы имеем Христа в нашем сердце. То есть это не своими потугами, какими-то усилиями, а верой в Иисус Христа. Все вот как раз-таки в этом заключается. Сколько бы мы ни пытались, мы себя лучше сделать не сможем. Это все равно, что пытаться за шнурки собственных ботинок оторвать себя от земли. Мы должны Господу себя доверить. И вот в то время, таким одним из примеров я могу привести это или рассказать, когда ты хочешь стать лучше и обещаешь Богу, что ты завтра никогда не будешь повторять то, что ты сделал сегодня. И находишь, что ты опять это повторяешь и это делаешь изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Ты опять обещаешь Богу, а потом... А выхода нет, получается. А потом получается, что ты ничего не можешь. И вот тогда, когда ты действительно приходишь к Господу и говоришь, «Господь, я бессилен, но теперь твоя очередь. Я все попытался, я тебе обещал, я пытался себя исправить, сделать себя лучшим, но теперь твоя очередь. Если ты хочешь меня спасти, спаси». И вот это вот, когда ты полностью сдаешься Богу, вот тогда Он действительно может что-то произвести в твоей жизни, сделать, совершить победу. Вот это вот не генетически и нетрадиционно не передается. Ты должен лично принять Спасителя в свое сердце. И вам вот это запомнилось интересно, да? Но это же в 70-м году, вы говорите, папа приехал сюда, да? И вот весь праведность по вере он привез туда, в Советский Союз, именно в это время. Потому что удивительно, я, например, с нею встретился гораздо позже. Может быть, общество наше, адвентийское, еще должно было созреть, прежде чем поднять этот вопрос. Но у вас, получается, вы вот в подростковом возрасте как раз с этим познакомились. Это то, что сделало мою религию естественной и живой. Это просто не традиция моих родителей или прародителей. Это мой личный опыт с Господом. Только на это я могу уповать и надеяться. Потому что нет ничего хорошего во мне без Иисуса Христа. Да, слава Богу. Спасибо большое. Ну, больше не буду вас пытать. Пожалуйста, какой опыт молитвенный вы приготовили на сегодняшнюю программу? Я хотел бы рассказать два таких опыта, которые действительно запечатлены в моем сознании, в моем сердце. И они сказались так, что я уверовал в силу молитвы и в Божьи чудеса. Один из таких опытов был, когда я еще проживал в Москве. Я работал тогда в Адвентийском агентстве помощи и развития. И произошел этот опыт в нашей семье с моим племянником. Его родители жили... Вернее, сестра Мария, ее муж Павел. Они жили не так далеко от Чернобыля, где чернобыльская авария произошла. Они находились там на служении. Их мальчик Ванечка заболел очень сильно. Мы заметили, что на его шее что-то стало возникать. Образовывается опухоль. И все это было очень черное такое пятно. Моя мама больше всего боялась всякой химии, всяких таких вещей и хирургической операции. Она пыталась какими-то другими способами и методами это купировать. Но это все увеличилось, увеличилось, увеличилось. И когда это стало уже совсем невозможным, то один из моих членов семьи, будучи медиком, сказал, немедленно везите в Москву. И тогда поместить человека или ребенка в детский онкологический центр было как раз... Это происходило в 1991 году, в августе, вот когда путь происходил. То мы попытались поместить Ваню в детский онкологический центр. Это было почти невозможно. Я помню, когда я посетил Валентина Дикуле, с которым у нас были связи уже, которого я просто попросил, если он может помочь нам спасти этого ребенка. Я когда привел его к Валентину Дикулю, который посмотрел на него и посмотрел на меня такими глазами, что понял, что бесполезно. Что нет никакого, это уже слишком поздно. И офис Валентина Дикуле находился в Останкино, прямо с Антонской башни. Я посмотрел на Ваню, посмотрел с такими печальными глазами, но сказал, Ваня, когда ты вылечишься? Я тебе обещаю туда на седьмое небо поднять, из Танкинской башни. А у самого веры было недостаточно, что это что-то может произойти. Мы потом разговаривали с Валентином Дикуле, когда он созвонился с онкологическим центром, то те сказали, ну, если мы его возьмем, то мы упустим место к тому ребенку, которого мы еще можем спасти. Ваню спасти невозможно. То есть он безнадежный? Но они его взяли. Они его взяли, и лечение какое-то там происходило. Ваня видел детей, которые умирали каждый день на его этаже в этом отделении. Он уже стал таким вот маленьким старичком, который увидел смерть. И потом произошло чудо. Мы, конечно, очень много молились. Стало происходить чудо. Эта опухоль стала сжиматься, сжиматься, сжиматься и сжиматься. Лечащий врач вызывает мою сестру и говорит, что вы делаете с ней? Главное, он спрашивает мою сестру, что мы делаем. Моя сестра говорит, мы верующие. А, ну тогда понятно. Мы молимся, да? Мы молимся, тогда понятно, он говорит. Ваня выздоровел. Это было настоящее чудо. Ваня решил стать медиком. Ваня закончил университет Ламалинда, медицинскую школу и стал врачом. И живет сейчас. Сейчас, да. И Господь дал ему ребенка. Даже вот совсем недавно он стал отцом уже. Вот это такой случай, который, естественно, коснулся нашей семьи. Мы очень много молились и очень много плакали. Но Господь дал нам утешение и дал надежду, что с ним все возможно. И когда врачи говорят, что безнадежно и что ситуация действительно выглядит ужасно, в Божьих руках все возможно. Мы должны просто иметь веру, если на то есть воля Божия. Господь способен исцелять. Господь способен чудо совершать. Можно я расскажу еще один случай? Да, конечно. Один из случаев. Я в 2000 году приехал в Мичиган по приглашению на работу. И в Мичигане, когда я работал в одной из моих церквей, случилось несчастье с женщиной, которая руководила. У нас по-английски это комьюнити-центр назывался, такой общественный центр. И она была настолько активна и настолько талантлива, и настолько у нее все получалось хорошо, что люди из всех ближайших районов приходили в этот комьюнити-центр, потому что она могла раздавать столько одежды. И мало того, что раздавать одежду для общества, но еще посылать за рубеж огромное количество. И случилась такая беда, что она заболела. Болезнь крови. Я помню, как я навещал ее в госпитале. Не однажды, а много раз. И видел, что что-то идет не так, и она становится все хуже, хуже, хуже. Врачи ее поместили уже в такое место, в такой центр для крайне тяжелых больных. И происходило то, что я помню, как я с ее мужем молились там, она стала уже синим совсем, отекшая. Живот был у меня из-за этого воздуха, который гонит, огромный. И мы поняли, что это дело идет совсем к концу. Врачи обратились к мужу в моем присутствии и сказали, что пора родственников вызывать, потому что нужно будет готовить. Надежды никакой нет. И вот тогда, я хочу сказать, это не я и не моя инициатива, но хорошие, верные члены церкви обратились ко мне, пастор, давайте мы соберемся и будем молить Бога. Будем молить Бога, как за Тавифу. То есть соберемся в какое-то определенное время. Мы не то, чтобы определенное, завтра соберемся и будем за нее молить Бога. Я хочу сказать, что вся церковь пришла, это не просто какая-то группа инициативных людей, а пришла вся церковь и слезно молили Бога, за то, чтобы Брэнда Браун получила исцеление. Потому что люди, которые проживают в нашей местности, они получали столько много благословений от его служения. Это был случай, который мне напомнил, что произошло с Тавифой. То есть в моей жизни появилась своя личная Тавифа, которая после этой молитвы через 2-3 дня мы увидели улучшение. Улучшение? Улучшение, такое улучшение, что она по-прежнему является директором этого центра. Уже прошло много лет, и она трудится и работает. И поэтому это говорит мне о том, что Господь имеет силу воскрешать мертвых, потому что она была там. И Господь ее восстановил. И дал такой сильный пример и иллюстрацию не только для меня, но и для тех, кто знал ее, и для тех, кто получает от ее служения благословение и поныне. Да, это было огромное свидетельство. Когда вы молились за эту сестру, на память приходил случай с Ванечкой? Конечно, я об этом делился в церкови. Я рассказывал о том, что Бог может сделать. О том, что личные опыты, они являются самыми сильными. Личные примеры, они являются самыми великими. И книга «Деяния апостолов» – это книга недописанная. Она незаконченная. Она может иметь много-много глав происходимого. И вот мы в нашей личной жизни видим, что Господь может проявлять свою силу и могущество, и делать чудеса, в которые надо верить и Господу доверять. Брат Павел, получается, вот два случая безнадежно больных умирающих людей. Тогда вы сказали, что вы с Ванечкой стояли и пообещали, что вот я как-то хотели его успокоить, может быть, даже себя успокаивали, да? Что вот я вот так вот сделаю вот это, да? Как там вы сказали, до седьмого неба? Название «Седьмого неба» – это как раз смотровая площадка. Смотровая площадка, вот туда вот, что мы вот туда, да? Вот скажите, а молитвы? Ведь вы молились и за Ваню молились. И вот за эту сестру. Отличалась вера вот в этих молитвах? Я не знаю, корректный этот вопрос или нет, но вот тогда, когда сказали, Ваня, все, бесполезно, вы же молились. Вы верили, что Бог может его исцелить? Я, если буду честным с вами, хочу сказать, что моя вера была недостаточно велика в тот момент, но я верил, что Бог может сделать. Я не полагался на свои убеждения, что Он будет делать, но я верил тогда, что Он может сделать больше просимого, потому что это Бог. Это не я с моей маленькой верой стоял. До сих пор мне стыдно, я Ваню так и не поднял на «Седьмое небо» тогда. Но я очень рад, что Господь его исцелил. Слава Богу! А вот молитвы потом за сестру, они были другими после этого опыта с Ваней. Когда имеешь личные опыты, когда ты можешь рассказывать людям не чужие опыты, а лично пережитые, то, что Господь совершил в твоей личной жизни. Когда ты воочию все это видел, прочувствовал, и ты можешь привести примеры живые, это другая вера, это вера на опытах личных, построенных, это не на чужих опытах, не чужая вера, это твои уже убеждения. И когда мы призвали людей к молитве, я призвал и других людей поделиться их личными опытами, потому что наша молитва должна быть построена на уже пережитых отношениях с Господом. Да. Спасибо большое. Спасибо. И какая же радость была, да, и Ваня, и сестричка. Вот. Бог их поднял. То есть для Бога нет безнадежных. И невозможного нет и безнадежных. И безнадежно больных. Слава Богу! Слава Ему! Но мы еще с вами помолимся, потому что у нас сейчас тоже много людей болеют, много, кто нуждается в поддержке. И чуть позже я вас попрошу, чтобы вы помолились об этом. Друзья, наверняка каждый из вас когда-то испытывал чувство одиночества. А приходилось вам переживать оставленность по причине безнадежности. Знаете, однажды я был оставлен ночью медперсоналом в больнице, когда имел внутреннее кровотечение. Я тихо умирал. Я чувствовал себя безнадегой. Поддерживала только вера и осознание, что я нужен своим родным и любимым. Знаете, в Библии есть много случаев эдаких безнадег, от которых отказались все. Ну, к примеру, Евангелие от Иоанна, 5 глава, рассказывает нам о больном в купальне Вефезда. Он сам признался в своем одиночестве. И мы с вами читаем его слова. «Нет у меня никого, кто помог бы мне войти в воду, когда приходит она в движение. Когда же сам я силюсь сделать это, туда успевает всякий раз еще до меня погрузиться кто-то другой». Он болен уже 38 лет. Все оставили его. Почему? Из-за того, что он странный. Ну да, и есть определенная странность в нем, мы видим это. Но только оставили его, потому что посчитали безнадежным. А другой случай, слепорожденный, о котором сообщает Евангелие от Иоанна, 9 глава. Помните? Апостоны еще ломали голову, кто виноват в этом горе, он или родители. Ведь он тоже был признан людьми безнадежным. И ведь его тоже все оставили, даже родители. С чего ты это взял, Сергей? Спросите вы. А вы внимательно посмотрите на реакцию родителей, когда они должны были засвидетельствовать об исцелении сына перед Синедрионом. Прочтите несколько раз еще внимательно вот эту беседу Синедриону. Ну, вы знаете, вот этот парень мне очень нравится. В отличие от того в Вефезде, вот он нормальный. Почитайте, как он евангелизировал членов Синедриона и проповедовал об Иисусе Христе. Красавчик. Хотя и в его жизни была безнадега. Если смотреть на этих двоих, то они ну хоть как-то, хоть как-то жили и могли бы хоть как-то двигаться. А вот паралитик, которого принесли четверо друзей, тот совсем не мог двигаться. Но вы заметили, что он как-то вот не вписывается в ту компанию безнадег. Хотя был, можно сказать, неподвижным, так сказать, овощем. А почему он не вписывается? Может, потому, что у него были друзья, которые принесли его к Иисусу? Всех этих троих объединяет то, что в их жизни появился божественный проповедник Иисус, который дал им второй шанс. И если кто-то скажет, что им просто повезло жить в то время, то я позволю себе не согласиться. Ведь вспомните коллегу у Красных ворот, который был исцелен апостолами Петром и Иоанном, Иисус уже был в небесном святилище, а книга «Деяния апостолов» писалась. Да и сегодняшний гость наш Павел дважды засвидетельствовал об исцелении безнадежно больных людей. Знаете, слушая молитвенный опыт брата Павла, мне пришла мысль, то, что для Бога не существует безнадег, это известно всем. Только ведь это чувство может пленить любого человека. Можно ли этого избежать? Если да, то как? Может ли спасти от безнадежного одиночества вера в Бога, который контролирует все и для тебя всегда усматривает только лучшее? И все же мы понимаем разумом, но все же остаемся людьми. А что, если вот в этой ситуации человек еще и осознает то, что первое, он кому-то дорог на этой земле, и второе, что у него есть друзья, которые в молитвах несут его к Иисусу? Да. А вот это, мне кажется, другое дело. Выходит, и ты, и я в молитве, вознося кого-то к Иисусу, выходит, мы уничтожаем безнадежность? Интересно. А вы, друзья, что думаете об этом? Друзья, вы уже ознакомились с молитвенными просьбами, которые были показаны в начале нашего эфира. К сожалению, сегодня я не могу прочесть просьбы, пришедшие во время этого эфира, но мы обязательно передадим их в молитвенные группы и будем молиться о них. А сейчас я хочу попросить нашего гостя. Дорогой брат Павел, пожалуйста, помолитесь о всех тех просьбах, с которыми мы познакомились в начале этой передачи и помолитесь, пожалуйста, вот по теме сегодняшних наших размышлений, о тех людях, которых другие считают, может быть, безнадегами. Помолитесь, чтобы Господь убрал это чувство и послал тех, которых Он может использовать и для славы своей, и для исцеления. Помолитесь, пожалуйста. Любящий и праведный Господь и Бог наш, мы пришли в Твое присутствие, потому что Ты любишь нас, Ты знаешь нас по имени. Господь, мы приносим к Тебе все имена тех людей, кто просят об исцелении, кто просит, Господи, о силе Твоей. Мы молим Тебя, соверши чудо в их жизни, избавь их от боли, страданий и болезни, если Твоя воля на это, Господи. Мы молим Тебя, Господи, потому что Ты знаешь их по имени, Ты знаешь каждую клеточку их организма. Ты способен запустить их жизнь, Ты способен изменить их бытие, Ты можешь дать им силу продолжать свою жизнь с Тобой и нести радость и любовь в этом мире. Мы молим Тебя, Господь, об исцелении всех этих людей, которые попросили нас. Господь, Ты способен сделать им даже больше, чем мы просим Тебя. Мы молим Тебя о них. Мы молим Тебя о силе Святого Духа, который способен изменить нас, который способен дать нам надежду. Господь, мы молим Тебя, чтобы Святой Дух мог запечатлеть это в сердцах наших и дать нам уверенность, что с Тобою все возможно. Господь, дай нам эту веру следовать за Тобою. Мы молим Тебя, Господь, дай нам веру и уверенность в том, что Ты придешь за нами, потому что Ты дал нам дар Святого Духа в сердца наши. Мы молим Тебя, за этих людей, которые чувствуют себя одинокими сегодня, которые лишены семьи, общения, которые лишены надежды. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты даровал им эту надежду, дал им силы одерживать победу вместе с Тобою. Молим Тебя, Господь, за все просьбы, которые прозвучали в этом эфире. Мы молим Тебя о мире на Украине. Мы молим Тебя, Господи, о мире во всем мире. Мы просим Тебя, Господь, чтобы те тревоги, те сомнения, те смущения, которые будоражат наши сердца, были заполнены миром от Духа Твоего Святого. Благослови нас в этом. мы просим Аминь. Аминь. Еще раз большое спасибо, брат Павел, и за молитву, и за те опыты молитвенные, которыми вы поделились с нами. Это очень ценно. Слава Богу! Вам спасибо, Богу слава, и пусть Господь благословит и дальше вас, вашим служением, ваших родных, близких, всех, кого вы любите и кто вам дорог. Спасибо, спасибо и вам всем. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарен и вам, и прежде всего Богу за это время, которое мы смогли провести с ним. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, о нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и сохранит вас и ваших родных. «Молитва, Продолжение следует...